Здравствуйте! Сегодня мы в гостях в центре «Одарённых детей. Спутник». И гость нашей программы – директор Джулиета Аликовна Каджакова. Расскажите, пожалуйста, Джулиета Аликовна, о вашем центре. Добрый день! Очень приятно, что вы посетили нас своим визитом. Наш центр создан по инициативе президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в соответствии с национальным проектом, также в соответствии с подписанным соглашением между Образовательным фондом «Талант и успех» и главой нашей республики Рашидом Борзбевичем Тимресов. Наш центр функционирует уже ровно год. На прошлой неделе мы отмечали нашу годовщину. 7 сентября прошлого года торжественно в своей двери Центр выявления поддержки способностей и талантов детей и молодёжи Карачаева-Черкесской республики распахнул для детей Карачаева-Черкесской республики. С прошлого года наш центр посетили уже достаточно большое количество детей на профильных программах. Мы работаем по трём направлениям в рамках данного соглашения. Это наука, искусство и спорт. По направлению науки у нас реализуются программы по химии, по биологии, по физике, по информатике. По спорту у нас есть такие направления, как футбол, тэквондо и киберспорт. Кстати, киберспорт – это очень актуальная оказалась тема для детей нашей республики. И самое большое количество детей у нас приходят именно заниматься на киберспорт. У нас, получается, три кабинета по киберспорту, и полностью они заполнены детьми. Получается, за одно занятие около 60 детей приходят именно по этой программе. Также у нас реализуется программа по искусству. У нас ведут ведущие деятели искусства и Карачаева Черкесской республики, и не только нашей республике преподаватели занимаются с нашими детьми. У нас идёт программа по живописи, по гончарному искусству. Кстати, по гончарному искусству у нас ведёт заслуженный деятель искусства Дагестанской республики Кашалит Ангатарыч Зарбамбетов. У него тоже определённое большое количество детей, с которыми он занимается. И вы можете даже в его работе, вот у него выставка в кабинете организована, просто воочию посмотреть и убедиться, какие красивые, действительно, и талантливые у нас дети в республике занимаются именно по этому направлению. У нас и профильные смены, и регулярные смены проводятся. Вот сегодня у нас отбор идёт на профильную смену по олимпиадной математике. Эту профильную смену в соответствии с решением экспертного совета, который был утверждён ещё в январе этого года, будет вести молодой учёный, который работает в Северо-Кавказском федеральном университете в городе Ставрополе. Он работает на факультете инженерии. Это достаточно уже известный для своих молодых лет учёный Джин Дубаев Эдуард Абрик Заурович. Сегодня проводится отбор на профильную смену. В рамках этой программы около 20 детей должны быть зачислены. Но количество детей, которые заявили себя, более 50. Вот сегодня в кабинете он проходит с ними тестирование. И наиболее сильные, сильные и сильнейших в нашей республике попадут на эту программу. В рамках этой программы, которая начнётся в среду этой недели, дети будут совершенно бесплатно питаться, проживать, обучаться. Кроме того, что с утра у них будут 6 занятий, кроме этого после обеда дети будут заниматься проектной деятельностью, с ними будут заниматься и по спортивному направлению, и по направлению искусства. Хочу даже сообщить вот такую информацию, что учебный процесс, сейчас уже дети должны заниматься в школах, учебный процесс от этого никак не пострадает. Мы пишем письма по всем управлениям образования нашей республики. И организовываем дистанционное обучение для этих детей. У нас есть специальный кабинет, где есть интернет, где есть компьютеры. И вот в рамках Машего письма дети после учебного времени, которое они отводят на математику и на доп. образование, уже около 5-6 часов вечера занимаются уже своими основными предметами, чтобы у них не было пробела в зданиях. Как к вам попасть и бесплатно ли это? Все, что проходит в этом центре, все совершенно бесплатно для детей Карачаева-Черкесской республики. И не только для детей Карачаева-Черкесской республики. Попасть к нам можно очень легко. Все наши программы висят на нашем сайте, Центр одаренных детей. Записаться можно по навигатору доп. образования на любую программу, будь то регулярная программа, будь то профильно-интенсивная программа по всем направлениям. Скажите, а с каким настроением, с какими знаниями уходят отсюда дети по окончанию курсов смены? Вот сколько бы смен у нас не проходило за этот год, все дети, которые отсюда уходят, они уходят грустные, потому что они хотят вновь вернуться сюда, настолько им это нравится. У нас в республике есть дети с многогранными способностями. То есть, если человек способен и талантлив, он талантлив и способен во всем. Я наблюдала детей, которые одинаково знали химию, биологию, физику, информатику. То есть, даже если эти дети были бы на всех профилях, по всем программам нашим, они давали бы одинаковые знания, потому что они изучают эти предметы, им это нравится. С грустью в глазах, с грустью в сердце они уходят и желают вернуться снова на другие наши программы. Скажите, какие пожелания у вас ребятам и родителям? Мне хотелось бы пожелать нашим воспитанникам, нашим родителям и всем родителям нашей любимой многонациональной республики творческих успехов нашим детям, чтобы они выявили свои способности, и чтобы они знали, в каком направлении и в каком векторе двигаться в дальнейшей своей жизни, в дальнейшей своей судьбе. Мы знаем, что перед нашими воспитанниками и перед учащимися Карачаево-Черкесской республики открыты все двери. Сейчас такое время, что по всем направлениям люди могут себя реализовать. Я желаю, чтобы они нашли свой путь, успехов им в реализации своих творческих способностей и во всей жизни.